У вас был тур по 91 в прошлом году. Такое было впечатление, как будто мы Мэрлина Мэнсона возили по Казахстану. Любой артист имеет право сделать свой концерт. Ты, когда привозишь сюда артистов, ты руководствуешься их позицией? То есть они вот сейчас, условно очень, про-украинская у них позиция или про-российская? Казахстанские артисты вообще в целом перестали ориентироваться на российскую музыкальную индустрию. В связи с закрытием такого большого геополитического проекта, как Россия, для Казахстана шанс появился? Добрый день, с вами Дергачев Инсайт. Привет. Пожалуйста, присылайте нам донаты, если считаете, что наша деятельность чему-то хорошему способствует. Сегодня у нас в гостях мультиформатный продюсер Владимир Кравченко. Привет. Привет, Володя. Привет. Слушай, а ты вот в связи с... Давай сразу, быка за рога, да? То есть в связи с закрытием такого большого геополитического проекта, как Россия, для Казахстана шанс появился или не появился? Ну, шанс, скажем, да, такой очень хороший появился в плане развития вообще местной сцены. В первую очередь, ну, если мы про музыкальную сцену говорим, то да. Вообще, за последние годы в Казахстане выстрелили многие артисты. И я бы так сказал, что это не связано там с закрытием геополитического проекта, который вот ты назвал. А скорее просто достаточно давно уже, много лет назад, фокус, в принципе, сместился, и казахстанские артисты вообще в целом перестали ориентироваться на российскую музыкальную индустрию, скажем так, в большинстве своем. Потому что, во-первых, с развитием соцсетей это произошло, потому что появился шанс продвижения на какие-то другие площадки, другие фестивали, другие радиостанции, конкурсы и так далее. И вот это дало толчок как раз для развития. Но при этом, конечно, если мы говорим о какой-то хип-хоп сцене, к примеру, то многие как раз казахстанские россияне, в том числе и в России выстрелили. То есть это дало толчок в целом вообще по всему СНГ, наверное, так скажем. А на кого сейчас наши артисты ориентированы? Ну, есть сейчас возможность получения информации от саунд-продюсеров крутых, да, там, как правильно записывать музыку, что с ней делать, как издавать и так далее. То есть ориентируются, естественно, на европейские, на западные рынки. Поэтому это, ну, первоисточник в целом и для артистов, и для продакшена любого уровня, и музыкального, и вообще какого-либо арт-продукта, и кино в том числе. Ну, давай перечислим. Вот ты все-таки сейчас активно, наверное, ты сейчас самый активный, вот на мой взгляд, из тех продюсеров, которые возят хороший формат, хорошую музыку, и возят очень активно, да. То есть вот давай просто перечислим, с кем ты работал вот в последнее время. Вот Noise MC, да, концерт прошел. До этого, я помню, был Вася Обломов. Да, вот ты сказал, что были СБПЧ, потом, а кто еще? Люман, Луна, Дима Порубов из Психея, ну, то есть мы же разные концерты делаем, не только там масштабные, крупные, какие-то клубные небольшие мероприятия. Бразовиль. Бразовиль. Да, недавно были, кстати. Вот интересные тоже темнии. Ну, так, собственно, в чем вопрос? Я бы хотел немножко поправить, потому что продюсер в понимании, конечно, нашей аудитории, может быть, который человек пропихивает, продавливает, там, пишет что-то, это немножко не так. Вообще, изначально слово продюсер происходит от функции саунд-продюсирования. Чтобы все, как говорится, еще раз, как сэн-то понимали, я не занимаюсь сейчас саунд-продюсированием, то есть я имею опыт такой, но саунд-продэкшном я не занимаюсь. То есть продюсер, в принципе, во всем мире считается тот человек, который делает звуковой продукт, в первую очередь. Да. А ты здесь как прокатчик выступал. Прокатчик, опять же, это прокатчик оборудования, я все-таки промоутер, скорее всего. Вот человек, который организует концерты и привозит другие зарубежные и незарубежные группы в другие города, вот он кто? Промоутер. 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 Ага. Концертный агент, если так угодно будет. Ну, то есть у нас концертное агентство, да, и мы, соответственно, промоутеры, которые занимаются определенными турами. Вы эти туры согласовываете с городом, когда вы их проводите? Да, да. Сейчас это необходимая история, конечно. Это необходимая история в связи с началом войны, вот в прошлом году, или это вообще достаточно длительная вещь? То есть как долго, насколько долго вы согласовываете все концерты? Ну, это несложный процесс, и это скорее появилось в прошлом году где-то. Ну, то есть все-таки после того, после 24 февраля. Поскольку мы здесь все-таки в какой-то нейтральной зоне находимся, да, и нам приходится согласовывать, да, все эти мероприятия. На твоих мероприятиях, твоих концертах сейчас значительная доля так называемых релакантов, то есть ребята, которые убежали из России и ходят на группы, которые им нравятся здесь. Да, их очень много. Да. И наших, соответственно, любителей, которым тоже это все интересно и близко. Мы, видишь, мы все равно с тобой не избежим, скажем, политического расклада, а вот ты, когда привозишь сюда артистов, ты руководствуешься их позицией, да, то есть они вот сейчас, ну, условно очень, да, там, проукраинская у них позиция или пророссийская. То есть потому что, ну, понятно, что вот многие артисты, которых ты назвал, они, безусловно, скажем, проукраинские или против войны, да? Можно я так отвечу? Я вообще стараюсь привозить артистов, с которыми мы с вами знакомы и близко дружим. И наши позиции могут сходиться в некоторых планах, могут расходиться, но, как правило, они общие. Поэтому вот, наверное, в этом и есть, собственно, успех наших концертов, может быть, в том, что мы вообще делаем все от души, скажем так. И я не ухожу от вопроса, я просто... Да, нет, ты достаточно точно отвечаешь. Вот, и поэтому так и получается, то есть как получается. На самом деле ничего тут... Получается, как получается, получается, что преимущественно вы возите все-таки, если это касается российских артистов, то антивоенные программы, то есть людей, которые так или иначе тоже убежали из России. Ну, видишь как, у любых артистов есть своя, там, может быть, политическая позиция и социальная, но мы не делаем из этого митинг. Да, ну, кто вам даст? Ну, во-первых, нет такой задачи. И нет такой задачи. Мне бы и не хотелось бы. Поэтому... Поэтому, в первую очередь, артист должен оставаться артистом. Наверное, так я считаю. Поэтому, ну... Отлично. Я считаю, что... Конечно, позиция может быть, но... Есть проблемы с согласованием зала из-за той или другой позиции артиста. Потому что я так понимаю, что того же Нойса вы явно могли бы не в форуме привести, где, в общем, условия, они очень хорошие были, прямо скажем, а могли провести на каком-то, ну, стадионе. То есть вот иногда, скажем, позиция артиста мешает получить нормальный зал. Ну, собственно, так и произошло. Так и вышло. Ну, я вот сейчас как раз бы хотел уже немножко там техническую сторону задронуть. Да. Потому что, ну, действительно, там такие площадки, как форумы, они не всегда нас устраивают, и публику не устраивают своим качеством. Не все это далеко понимают. Многие жалуются на качество звука, да. И мы, конечно, здесь иногда страдаем от нехватки достаточного количества качественных площадок просто вот по факту. Ну, я имею в виду, какие-то вот такие залы на две, на три тысячи их нету, да. То есть у нас есть либо клубы там на 500-600 человек, либо арены сразу, да. То есть промежуточного, да, ну, если мы не говорим про летний период, когда можно open air делать, то вот я очень жду, когда клуб «Мотор» на новом месте откроется, посмотрим, что будет. Занитреговали прям, да. Сколько там должна быть это самое вместимость? Вот как обещают, от двух до трех тысяч как раз. Да, это как раз позволит... Слушай, ну, у нас же нет клуба, который был бы от двух до трех. Я об этом и говорю, поэтому мы его ждем. Ну, и это, конечно, даст возможность проведения еще больше, более интересных концертов тех коллективов, которые вот именно где-то посередине, да. Ага, и которых трудно согласовывать, если проще сказать. Ну, клубные мероприятия в большей степени как-то, скажем так, обходят стороной, наверное, потому что, ну, из этого, конечно, не сделаешь никакой митинга, все это понимают, да. То есть опять же такой задачи. Ага, ага. Ну, поэтому это клубные мероприятия, туда приходят люди, те, которые хотят увидеть своего артиста. Ну, то есть вот, словно, приезжала группа The Hatters, да, а им приходится сделать там два концерта в одном небольшом клубе подряд, потому что все они вмещаются. Чтобы вот этого не было, да, то есть делать одно большое хорошее мероприятие. Ну, это как вариант просто. Угу. Ну, что там политической позиции касается. Ну, я опять же повторюсь, люди пусть делают выбор сами, мне кажется, да, и ходят туда, куда им хочется ходить, а запрещать определенные вещи, я считаю, что это недостойно, конечно. Вообще любой артист имеет право сделать свой концерт. Ты во сколько лет уехал в город Санкт-Петербург, или тогда еще Ленинградс? Нет, в Санкт-Петербург был, в 97-м году я уехал. В 97-м, ага. Так, а тебе сколько лет было? 18. То есть я, по факту, я уехал учиться после школы, и там остался. И вот там у тебя началась вся эта, наверное, самая интересная история и питерского рока, и питерской культуры в целом, и вот так, как ты сказал, этот романтический рассвет, да, расцвет романтический. Вот, и что ты там успел поймать и застать? Это на самом деле мне, да, повезло, наверное, в большей степени, потому что это реально был такой очень романтический период вообще именно во всей России. Ага. То есть расцвет в целом большой, расцвет какой-то независимой альтернативной культуры, сцены, музыки, кино, арт-хауса какого-то, не знаю, появление первых клубов, в конце концов, да, там, и музыкальных, и куча выставок всяких, не знаю, привозов иностранных всяких художников. Ну, то есть где бы ты ходил на выставку Демена Хёрста, например, то есть, к примеру. Ну, и вот какие-то такие интересные истории, то есть, конечно, я в эпицентре оказался, да, то есть я тут же попал в группу Сканг играть, то есть я, собственно, сразу же попал в профессиональный коллектив. И на протяжении многих лет, собственно, я ими занимался, гастролировал с ними по России и попал в итоге, собственно, в Капкан-рекордс-лейбл, на котором я уже там больше десяти лет проработал, где-то, наверное, вот с начала двухтысячных годов. А что такое вот в те годы лейбл в России? То есть это же вот, ну, наверное, с нуля делалось? Я вот все вышло из пиратства, тут никто ничего скрывать не будет, потому что, ну, ты помнишь в Советском Союзе вообще пиратские все истории. Была горбушка, например, знаменитая. В Москве была горбушка, у нас в Питере тоже была толпа на Озерках, в Алмате тоже меломаны собирались там у ЦУМа или где-либо еще, вот у Мелодии, например, где, собственно, я и вырос. У моего отца там тоже была звукозапись, где я кассеты записывал. Ну, а по сути, как сказать, это был такой бэкграунд для любого российского лейбла там, чтобы как-то что-то начать свое делать. Все из этого вышли. Капкан начал просто в какой-то момент выпускать реально крутые релизы, то есть первые вообще были там хардкоровые группы, типа там «Дай пистолет, пять углов», группы типа «Химера». А это целая вообще как бы основа была, да, альтернативной музыки. Потом появилась уже новая волна альтернативы, такие группы, как там «Психея», «Дженер», «Аматори», «Стигмата», «Энимал джаз», ну, «Скант», естественно, группа, в которой я играл. И потом уже целый шлейф последователей, да, то есть... И потом вот это как раз, что мы упоминали, «Последние танки в Париже». «Последние танки в Париже» обязательно, Леха Никонов. Поэтому мы как раз занимались первыми релизами, делали мерч, делали какие-то фестивали свои, делали туры по России. Ну, не только по России, конечно. Много было интеграции вообще с Финляндией на самом деле у нас. То есть мы же рядом были. А ты когда в Финляндию поехал и что ты там поймал? Вот я так понимаю, что ты снимал технологии во многом как раз вот там, на тех фестивалях, вот, финских. Да, я много на фестивалях был и на конференциях музыкальных, потому что, ну, как представитель лейбла, я ездил для продвижения и наших артистов туда, и для обмена какого-то. То есть мы возили группы оттуда выступать. То есть был обмен определенный. И наша задача была показать нашу сцену на экспорт, что мы, собственно, и делали. Это очень интересная история. Итак, у нас коллизиум появился, собственно, в 2007 году. Коллизиум — это конференция. Это большой музыкальный форум сейчас, который уже сейчас гастролирует по многим регионам СНГ. Там Россия, Белоруссия, Казахстан. Все, что мы здесь каждый год проводим. Ну и в тот момент я просто понял, что, блин, в каждой нормальной развитой стране существует музыкальный форум. Почему нам его не сделать в Питере? Мы его сделали, и, соответственно, вот даже первым уже участвовало несколько стран из Европы. То есть там Финляндия, Швеция, Эстония была, Германия. То есть именно представители лейбла, концертных агентств, достаточно крупных, как там Light Nation, например, финский. И потом, естественно, российские агентства какие-то. И тогда это больше, конечно, независимая сцена была, но сейчас это настолько разрослось уже, что, в общем-то, все участвуют. То есть любые фестивали, любые жанры. И, в общем, тут чего-то границ в этом нет. Ну, конечно, да, присутствует в каждой стране свой фокус определенный. То есть там есть казахстанский коллизиум брать. Да, у нас много, конечно, казахстанских фестивалей. И даже вот там ближайших из Ташкента, из Бишкека ребят приезжают. То есть очень интересно это все так объединяется. Ну и, конечно, к сожалению, в 2014 году мы столкнулись с тем, что очень большой отток произошел европейских делегатов, тех ребят, которые приезжали ежегодно на форум. То есть, чтобы ты понимал, у нас, например, там в 2014 году было где-то до 15 приезжих, 15 разных стран приезжих. Ага. И потом я уже понял, что в какой-то момент, да, уже это... Понятно, что вся международная история, так скажем, на спад пошла конкретно. То есть ты это понял в 2014 году? Это было, ну, прям... Очевидно. Мы, тем не менее, конечно, общаемся, просто есть определенные преграды. Ну, вот когда война началась, условно, да, там... Да. Я за месяц до этого меня пригласили на 3-4 конференции в Европу. И сразу же, соответственно, отозвали после всей этой истории все приглашения. С этим столкнулись многие, потому что, ну... Подожди, ты имеешь в виду аннексию Крыма в 14-м или в 22-м? Нет, это я вот сейчас. А, сейчас, да. Да, 24 февраля уже. То есть был период, когда уже после того, как там Крым наш уже, в принципе, все восприняли, уже более-менее стали как-то все нормально общаться, как-то, ну, приняли эту историю. И у нас начали снова завязываться там с европейскими коллегами на 5 теплые отношения. И сейчас-то опять все на нет сошло. — А коллизиум не может стать полностью казахстанским автономным для того, чтобы вот не иметь этой всей токсичной истории? — Ее нет. Она на уровне, знаешь, того, что мы не можем вас провести, потому что она спонсор Еврокомиссии, условно, вот так. А мы дружим все, то есть так или иначе нет такого, знаешь, там, враждебного отношения. То есть мы, естественно, все поддерживаем отношения с организаторами, с агентами. То есть тут такой конкретной токсичности нет. Это чисто такая вот как бы логистическая история больше. Мы не можем пока что как представители из России туда ездить. Но Казахстан, конечно, welcome. — Ну, Казахстан welcome. Да, мне кажется, это очень важно, что Казахстан welcome. И здесь прям вот, ну, все карты в руки. А ты понял, что надо, вот, что вообще период закончился и что надо возвращаться. Ну, тебе было, во-первых, куда возвращаться, да, то есть у тебя, ты алматинец. А, ну, когда ты понял, что надо возвращаться, что что-то там... — Вот именно тогда я и понял, на самом деле, потому что... — Какой это год? — 14. — 14. — То есть я уже до этого здесь, ну, с моим партнером Сашей Елькиным здесь уже в 12-м году мы начали концертами заниматься, именно как концертное агентство «Рока Фиша». А в 14-м уже я по факту уже понял, что, ну, действительно хорошая почва для этого здесь, и было мало привозов интересных. То есть я понял, что это, ну, то место, где мне хочется дальше развивать все это, да, то есть и в том числе международную историю, и коллизиум, в частности, тоже. И фестивальные какие-то дела, и вот, собственно, это и происходит. Мне это очень нравится, потому что, ну, это мой родной город, так или иначе. И Питер мой родной город, но, к сожалению, я вот даже туда ехать сейчас не хочу, к сожалению. — Расскажи историю про ковбойскую шляпу. — Ну, я просто большой... Фанат всякой южатины, южного рока, да, там, не знаю, и... — Как ты говоришь, южатин? — Южатин. — Южатин. — Южатин. Ну, это салвен рок, да, совсем много всякой музыки люблю, в частности, вот такой. И я просто одно время ходил в ковбойской шляпе, и когда на меня начали косо в метро смотреть и спрашивать, что, американец, что ли, я понял, что что-то уже не так. — Ну, это, конечно, всё смешно было, а уже сейчас не смешно. — Не смешно. А развитие казахстанской арт-сцены, да, то есть вы прямую в это впряглись, и вот фестивали, в которых ты участвовал и которые ты организовывал, да, то есть, насколько я помню, «Намадс» был такой фестиваль. — «Намадвайпс». — «Намадвайпс», да, «Намадвайпс». — А потом была площадка такая, «Гориллос», по-моему, да? — Ой, а «Гориллос» не знаю, что это было. — Ну, вы когда электронную музыку делали отдельно на какой-то сцене, у вас она, по-моему, обзывалась «Гориллос», нет? Или я что-то... — Нет, у нас была «Гориллос Тейдж» внутри. — Да, «Гориллос Тейдж», точно. — Просто напиток «Гориллос». Это наши хорошие друзья, да. — Понятно. «Намадвайпс», по сути, был задуман вообще как целое такое движение, да, для преддвижения именно независимой музыкальной сцены Казахстана. Вообще началось всё с того, что мы в 16-м году здесь провели очень интересный отборочный конкурс совместно с компанией «Фес Казахстан» и очень крутой на тот момент звукозаписывающей студии «Саундлаб Рекордс». Мы там, я не помню, около 150 заявок было со всего Казахстана. Мы отобрали порядка 12, кажется, артистов, записали их в студии, сняли всё это. Это показалось на 31-м канале. То есть был большой такой телепроект, короче, скажем, вот. — Шипенц. И мы подумали, надо сделать сборник какой-то из этого. То есть, по сути, это вот был такой костяк уже для создания фестиваля. Мы такие, ну, значит, если есть такие артисты, мы дали какой-то толчок, значит, надо делать фестиваль. И так, в общем-то, он и появился с помощью вот наших партнёров этих, которых я обозначил. И тогда это вот была такая прослойка групп, как Multiloud, Farring Gates, очень интересные коллективы. И, к сожалению, они сейчас как-то переформировались во что-то новое уже. Ну, и то есть это был такой вот уже залог новой какой-то альтернативной инди-сцены на тот момент. — Именно инди-сцены? — Ну, и в понимании независимой, скажем так, конкретной стилистики какой-то. То есть вот. И мы собрали там порядка десятка коллективов. На первом фестивале у нас ещё Молдоназар участвовал. — Это 16-й год. — В Лампе Оркестре, да, 16-й год в Казахфильме. — Ага. — Внутри. — Внутри. — Ну, и вот в Петербурге мы делали по два фестиваля, летний и зимний. Ну, то есть это небольшие фестивали, где в среднем на 2000 человек. И всегда был какой-то привозной один хедлайнер. Либо с Украины, либо с России, либо с Беларуси. То есть у нас были Пушлая, Молли, ЛСП, Мастерлайт. Такие вот прикольные ребята. — Угу. — Ну и вот. А потом в какой-то момент просто у нас немножко подкосила история в прошлом году, собственно, с площадкой, с прокатом. Там у нас столько накладок получилось, что сейчас не хочется просто делать то же самое ежегодно. Да, и многие вот в этом году спрашивают, будет ли фестиваль. Я не знаю, потому что хочется сделать что-то серьезное и интересное, но... — Есть ограничения. — Ну, одну и ту же сцену как бы воротить не очень-то хотелось бы. И если мы что-то будем делать, то, наверное, с другими уже партнерами, с другими привозами. Ну, посмотрим, как это все будет развиваться сейчас. — Сколько лет эта вся история продолжалась? — Ну, вот шестнадцатого года. — И в прошлом году вот она, скажем, не завершилась, а пока вопрос открыт. — Не, ну, просто немножко, как сказать, я вот пытаюсь донести, что не хочется делать то же самое. Я пока не вижу действительно основы для этого. — Угу. — Если получится сделать лучше, то сделаем. Мы пока просто занимаемся другими проектами, привозными и турами, основным вот казахстанским городам. И помогаем с букингом другим фестивалям некоторым. — А кто, на твой взгляд, вот опять же, в связи с изменением фокуса, кто из казахстанских артистов имеет шанс на международный выход сейчас? — Ну, хороший вопрос. Достаточно много, на самом деле. Вот всё, что мы начали обсуждать, сейчас, ну, окей, я тебе могу прислать плейлист со своими любимыми артистами казахстанскими. — Ну, просто назови-ка вот. — Мерден, я вот в первую очередь всегда привожу в пример, потому что она сейчас ушла в студийную деятельность в основном. Но для меня это вот показатель конкретно того, что можно по всему миру показывать вполне достойным. — Но при этом не работает на сцене, да, пока? — Ну, она просто сейчас ушла в саундтреки, она пишет для казахфильма как раз музыку. И вот у неё конкретно студийная работа идёт сейчас. А в целом это очень такой потенциальный проект серьёзный и на сцене. — Я пиган. — Ну, потом, ну, про хип-хоп-то, понятно, многие знают и говорили, но есть много электронщиков интересных, много живых коллективов хороших сейчас. Именно вот из инди-культуры. То есть сейчас есть такие там проекты, как Баламы, можете у них многих артистов смотреть. По сути, то, что вот там Mad Vibs начали, ребята вот, как говорится, подхватили волну. Тоже очень круто с этим справляются, молодцы. — А кого бы ты мог назвать из зарубежных, скажем, ну, интересных артистов, которые, ты думаешь, могли бы появиться в Казахстане? Может, у тебя конкретные планы есть на привоз сейчас уже? — Мы, на самом деле, буквально скоро объявим уже, ну, я не знаю, насколько это актуально для инди-сцены, но всем советую сходить, очень крутой, легендарный пианист Людовика Инауди, например. — Так, это будет концерт в Алматы, ты думаешь, да? — В Алматы и в Казахстане. — Ага. — Потом мы сейчас обсуждаем привоз группы «Скелет», например. — Ага. — Вот тоже достаточно серьёзная история будет. — Ага. — Ну, много, на самом деле, артистов, обсуждений я не могу всех обозначить. Это буквально те, которых мы скоро объявим уже, и вот в ближайшее время. — Ага. — Ты? — Ну, есть, ну, вот мы группу «Эксплойтед», например, хотели привезти, но не смогли договориться. — Ага. — У них тур, как раз они будут неподалёку, то есть там Белиссия, Ереван. — А сейчас вот как раз есть конкуренция между... Или мы, скажем, отдельное поле, и мы в ней не участвуем. Вот много же сейчас концертов как раз. Тот же Ереван, Тбилиси, вот, ну, как такие центры русской релокации. Вот, особенно Ереван, там, по-моему, вообще каждую неделю 3-4 концерта идёт. Ну, и это повлияло, то есть релокация напрямую повлияла на количество и качество концертов. А вот, а мы здесь как? Мы пристёгиваемся вот к этим турам или нет? — Ну, да, ты имеешь в виду, повлияло на концертную деятельность российских артистов. — Ну, и насколько мы в конкуренции, скажем, с этими... — Просто, скажем так, сейчас формировалась новая туровая сетка, да, если, ну, чтобы ты понимал, для западной сцены отвалилась же не только Россия, и Украина, и Беларусь, соответственно. — Да. — То есть это был огромный рынок туровый, да, и сейчас просто он немножко сместился вот в сторону Центральной Азии. Почему, собственно, как ты говоришь, для нас тут какие-то плюсы? Они есть, да, то есть это как раз-таки вот Турция, Армения, Грузия, Казахстан, Узбекистан. — Кыргызстан. — Кыргызстан, ага. — То есть вот по этим странам сейчас могут ездить западные артисты, по факту. — Ага. — Ну, то есть уже к этому всё стремится. — Мы... — Я не про российских сейчас говорю, не про... — Да-да-да, я понял, что про западные. — Но мы уже включены в эти туровые дела. — Во многие, да? — Да. То есть это уже, скажем так, не мечты, а это реальные договорённости, но реальные переговоры, которые могут вот сейчас буквально... — Реализоваться. — Сейчас это происходит. — Супер. — И сюда приезжают многие агенты, мы многие площадки ездим, показываем, то есть чтобы как раз состоялись турки какие-то, наверное. — Ты из музыкальной семьи или вот, ну, скажем так, насколько вообще важно было для тебя вот детство, такое взаимодействие с отцом вот в плане, скажем так, наследования этой культуры? — Ну, напрямую я разговариваю, потому что отец занимался звукозаписью, то есть он изначально был фотографом, но в какой-то момент вот он переключился на звукозапись, то есть что это было? — Это продажи кассет, в первую очередь. Были кассетники, бобинники, виниловые, проигрыватели, у меня вот такая комната вся была заставлена с теложами, короче, с двухкассетными деками, стенки вот такие с бобинами, где там всё под номерами, по каталогу, тебе надо всё это искать. — Виниловую пластинку, ты ждёшь там новый альбом какой-нибудь своей любимой группы, чтобы тебе привезли, переписать, поставить на полку. Ну, конечно, это всё повлияло, я до сих пор люблю вот это всё, истории, связанные с винилом, с релизами, с такими как... То есть я сам не собираюсь сейчас, мне просто в детстве хватило уже, то есть я сейчас боюсь, если я снова начну пластинки собирать, то всё, до свидания. — Ну, это мне очень близко всё, конечно, да. — Отец в какой-то период пиратством занимался? — Ну, да, при этом это был филиал московского лейбла Synthes Records, который Кутиков, собственно, создал уже времени, и у нас, собственно, здесь был филиал Алматинский Synthes Vostok, вот. Но тогда не было такого понятия, как пиратство, то есть законов о пиратстве не было, и все занимались этим, то есть вот этот тейп-трейдинг, как говорится, да, он по всему миру же был, в принципе, особенно в Советском Союзе. Но с принятием первых законов, соответственно, всё это прикрыли успешно, то есть это вот как раз, наверное, там, 93-й, 4-й, 5-й, ну, наверное, сказали, нет, чуть позже, 95-й, по-моему, в 96-м году тоже был закон. Вот, и всё. Ну, я уже в Питере был, по-моему. Ну, самое интересное, что я ещё тогда же начал мерчем заниматься, то есть у меня был старший брат в Питере тогда, и он мне пересылал, значит, из Castle Rock коробки с мерчем, которые я здесь продавал. То есть футболки все, какой-то альбутик какой-то интересный, и, в общем-то, таких точек там было по городу, там, может, 2-3 максимум. Вот такой историей я занимался ещё, когда мне было, наверное, лет 13-14. Про книгу расскажи, которая от андеграунда до мейнстрима, или от, как точное название? Из андеграунда в мейнстрим. То есть ты, насколько я понимаю, не соавтор, но один из описываемых персонажей этой книги, да? Да, в феврале вышла у нас книга, ну, то есть я её помогал создавать, поскольку у меня и материалов много, конкретные какие-то главы, которые непосредственно меня касаются. И я, как, естественно, участник лейбла, по факту я был на двух должностях, и как пиар-директор, и как ЭНДАР, то есть я работал непосредственно с артистами. Ага. Ну, и сам с собой, поскольку одна из моих групп тоже издавалась на Лейбле и Сканг. Ага. Тут, как говорится, такое было, три в одном. Ну, и вот книга освещает как раз период с 99-го года, когда лейбл создался... Лейбл Капкан. Да. Ага. До сегодняшнего дня, фактически. То есть, но основная история, это вот целый пласт, я говорю, культуры где-то вот, само развитие альтернативной сцены. Вот те группы, о которых мы говорили вначале, слава богу, все они живые до сих пор. Ага. И на плаву, так сказать, туры до сих пор, ну, остаются востребованными, скажем так. То есть, всё-таки мы были какой-то основой для этого, да. Автор? Автор Константин Ильин, он сюда приезжал, недавно была презентация в магазине «Меломан». Он музыкальный журналист? Он музыкальный журналист, в свое время известный по журналу «Фуз», если ты такой помнишь. Потом музыкальный журнал «Аудиоформат». И человек, который вообще находился всё это время рядом вообще с нами. То есть, он многие наши мероприятия посещал, писал статьи, делал интервью с артистами. То есть, он был как частью всего этого движения. И у него скопилось очень много того материала. То есть, в книге именно архивов много, да. То есть, тех интервью того времени, которое сейчас уже, наверное, многие, скажем так, многие артисты сейчас бы так не сказали уже, да. То есть, а по факту это всё-таки их история. То есть, отображение их тех, какими они тогда были, скажем так. Но и какие-то актуальные тоже ставки есть, естественно. Поэтому я очень рекомендую, кому интересно вообще ознакомиться с всей культурой. До этого не было, на самом деле, достойных каких-то релизов похожих. Ну, может быть, Илья Стогов кто-то там писал про это. Типа вот там «Четвёртая волна» была, например. Ну, достаточно однобокий взгляд у него, конечно, такой. То есть, он, конечно, тоже участник событий. Илья Стогов — это который «Мачо не плачет»? Да, у него есть книжка «Четвёртая волна», как раз тоже про нашу сцену вот эту. Ну, здесь у нас больше такая антологическая история получилась всё-таки, да, про там, как создавались релизы, как создавались обложки, там, не знаю, вообще какая-то вот именно внутренняя такая составляющая. Что интересно, фанатам, мне кажется, должно быть очень сильно. Вот. Ну, и там очень много фотографий, на самом деле, таких архивных историй. И жалко, туда не все мои фотографии попали, которые я как раз-таки откопал после того, как книга вышла буквально через месяц. Но я вот с Костей говорил, что мы сделаем отдельную какую-нибудь историю, где уже мы покажем тот архив оставшийся. Ну, и потом ещё я фильм делал про свою группу недавно. Там много всего про Капкан. Ну, там практически все участники событий задействованы. Это же у нас было 20-летие альбома нашей группы «Сканг». Как раз в 20-м году, когда был карантин, у меня было достаточно много времени заняться именно фильмом к 20-летию альбома, и мы вот там задействовали всех вообще. К тому же большой фильм получился. Тоже посмотрите, кому интересно. Ну, супер. Ты, как промоутер, работаешь с казахстанскими и с казахскими группами, и у вас был тур по 91 в прошлом году. И, насколько я знаю, весьма успешный. То есть, вообще говоря, вот эта волна, скажем, казахстанский кей-поп, вообще вот такая история, связанная с вот такими независимыми и в то же время, ну, достаточно трендовыми сейчас уже группами, да? То есть, насколько это вообще важно? Ну, это уже неотъемлемая часть казахстанской культуры. И кей-поп, он, по сути-то, ну, тоже волонтеры свои имел там, наверное, ну, сейчас, по сути, да, кей-поп. Ага. И, в общем-то, мы с группой Нанти-1, наверное, на этом термине, скорее, настаиваем всегда. Ага. Настаивали и в туре, и потому что многие путают немножко. Все-таки это казахстанская группа. Ага. Мы делали тур в девять городов по Казахстану. Я так, шутя, всегда говорил, что такое было впечатление, как будто мы Мерлина Мэнсона возили по Казахстану. Такая реакция была? Потому что, да, получилась, в общем-то, такая отчасти скандальная история, потому что, ну, в свое время у них тоже какой-то шлейф такой остался, там, вот, каких-то запретов в прошлом. Ну, суть в чем, что группа продвигает по всему миру казахский язык. Ага. И очень круто это делает, я считаю. Я вот за это прям респект вообще. Молодцы. И очень красиво и грамотно это делает. А при этом есть часть аудитории, то есть не их аудитория, а часть аудитории в Казахстане, которые не приемлят именно имиджевую составляющую, то, как они выглядят, то есть внешне. Ага. Ну, то есть я не буду там в детали даваться, но вот, бойсбенд, по сути, да, скандальный. Крашеные волосы. Ну, и так далее, да, татуировка, персик, это мне важно. То есть это не цензура, официально никто ничего запретить не может, но идет, значит, такое давление со стороны определенного слоя населения. Вот, и приходилось с этим сталкиваться на, ну, по факту уже приезда даже. Ага. То есть когда начали запрещать какие-то концерты, переносить что-то и так далее, но... Местная власть? Акиматы, да. Нам приходилось ездить, все согласовывать заранее, опять же, с каждым Акимом в каждом городе. Ну, слава богу, мы со всеми нашли общий язык и очень с большим пониманием остались все в дружеских, теплых отношениях. Слава богу, все прошло очень успешно везде. Где-то что-то пришлось сместить, переместить, но там были и технические нюансы. Ну, там, я не помню, по-моему, в Ак-Тубе мы приехали, была площадка, где там около, не знаю, под 40 градусов жары, а у них кондиционирование не работает во дворце спорта. Ну, и то есть вот такие ситуации тоже были, приходилось там на ходу как-то реагировать моментально. Ну, это нюансы технические, а в целом очень крутой тур был и очень крутые сборы. То есть, чтобы ты понимал, алматинский концерт был продан за два дня, эта арена. За два дня Алматы-арена была продана. А вот ту их аудиторию здесь, ты их хорошо представляешь, видишь этих людей? Ну, конечно, мы, тем более, перед каждым концертом проводили с ними фан-митинг, это встречи с фэнами, вот непосредственно мы их видели, конечно. Это в основном девушки 16-18 лет, там 90%. Это что такое? Это любовь? Ну, это любовь, это призанность, то я не знаю, но мне кажется, они все-таки несут какое-то добро в массы. Это вот реально то, что я видел, то, что у людей глаза горят, и все счастливо уходят после концерта. То есть, посыл очень такой дружелюбный. Но это и современный казахский язык, и современная казахская музыка, популярная музыка. Ну, я должен сказать, что да, многие на это, знаешь, так реагируют, что, а, якобы какой-то продюсерский проект, там туда-сюда слепили из говна и палок, нифига. На самом деле я присутствовал на студии, и зачастую я просто видел, как ребята творят, и они реально крутые анжировки делают. Если мы говорим о качественной палок-музыке, это так, на самом деле. То есть, ну, вполне достойно. А кроме них, вот, скажем, кого-то ты можешь назвать? Ну, не то чтобы в этом направлении, а если говорить именно о популярной музыке, а не альтернативой. Диквин мне нравится. Еще раз. Диквин. Диквин. А, угу, да. Вполне достойно. Очень круто. Ага. Ну, так, навскидку, не знаю, из поп-музыки конкретно, но... Ну, я соображу, да, что-нибудь скажу, потому что так или иначе все равно мы их видим. Нет-нет, ну... Даже на канале Гаку я много смотрю, сейчас появляется интересных коллективов. То есть, с каждым годом их все больше и больше становится. Я так просто все названия сейчас... Ага. Нет, не вспомню, конечно. Угу. Ну, а с Night One вы продолжение будете делать? То есть, какая история дальше? Посмотрим, я не знаю, но в данный момент нет. Ну, мы в хороших отношениях, все в порядке. Просто пока что мы не обсуждали ни туры, ни следующие. Мы конкретно туром занимались. Это 22-й год тур или 21-й? С 21-м на 22-й, значит, был у нас Алма-Атинский концерт, Астана и, соответственно, уже вот... Да, весь 22-й год. Лето. То есть, 9 городов лета 22-го года. То есть, ну, по сути дела, год назад этот тур состоялся. Ну, то есть, а 9 городов, это везде были sold out? Или где-то что-то не набрали? Да, 3-4 тысячи в среднем по регионам, то есть, это очень круто вещь. Это очень круто. Да, ну, то есть, это творцы спорта, в основном, какие-то похожие площадки. И я скажу, что достаточно хорошая инфраструктура для таких концертов. Я, потому что ЦАВ первый был в многих регионах, до этого не ездил. Там, понятно, Астана Караганда, там Шимкент. Ну, вот, например, там Акта-Б, вот этот Актау, регион Западный, вот там все есть, очень достойно можно проводить мероприятия любого уровня, на самом деле. Ну, они, собственно, время от времени там проходят. Я имею в виду, что вполне можно туда даже каких-то западных артистов со временем возить. То есть, площадки есть, аппарат есть, все можно сделать. Да, вполне. Что тебе реально мешает работать сейчас? Ну, не то, что мешает, есть просто определенный, так сказать, недостаток компетентности, наверное, у многих тех профессионалов, которые здесь себя такими считают. И на фоне этого иногда сам начинаешь выглядеть глупо, смешно. Ну, то есть, как, к примеру, получается на многих наших мероприятиях. Мы же все равно крайне оказываемся, правильно? Если человек недоволен концертом по тем или иным причинам, то есть об этом же пишут нам напрямую. То есть у нас все открыто, все просто... Если что-то не нравится, пишите нам, пожалуйста. Это все равно так или иначе учитывается, потому что качество звука там. Приходится стоять в очереди час-два, особенно если ты зимой, ну, какой-нибудь клуб жить, например, на концерт СБПЧ, люди два часа заходили. А как иначе? Там один узкий вход. В шесть часов открывается дверь. Ну, раньше ты этого не сделаешь. Ну, так или иначе, на большие концерты все равно это происходит. Где-то качество звука не устраивает. Это может быть связано не с продакшеном даже, а с конкретно тем, что вот сегодня звукорежиссер так слышит, к примеру. Это звукорежиссер группы. Но ответственность в любом случае на организаторе как бы по любым вопросам, даже если тебя там бармен не устраивает в заведении, это все равно мы виноваты. Ну, и как бы вот такая история, да, она происходит. И это и в прокате бывает дело зачастую. То есть кто-то где-то не справляется, не вовремя приезжает там. Ну, то есть как-то я не буду уж это резко высказываться, но это бывает, да. Многие просто не понимают реально. Ну, то есть привыкли работать вот как работают. Ага. То есть стандарты надо в индустрию подтягивать? Делаюсь бы, да. Ну, есть, конечно, очень крутые прокатные компании здесь, и они говорили, что все плохие. Ага. Но есть очень крутые прокатчики здесь, конечно. И техника достаточно хорошая везде, в принципе, стоит. Ну, на самом деле на таких площадках, как там Алматы-Арена, очень приятно работать. Ага. Дворец Республики. То есть там, где уже реально все полочком разложено, грамотно, красиво, и с отхраной, и с волонтерами, и с обходом, то есть и так далее, и так далее. То есть все нюансы. Ага. Ну, Алматы-Арена уже несколько раз у тебя прозвучала, то есть явно, что у тебя там складывается. Ну, мы там много работаем, действительно, там хорошие мероприятия. Мы же не только там концерты делаем, а вот, например, шоу Авербуха делали в конце года. Ага. Да. Ледовое шоу тоже интересная история, и, ну, такой большой семейный формат. Тебе сейчас работать реально сложнее или интереснее? Ну, наверное, интереснее все-таки, потому что, я говорю, больше возможностей появляется, больше, словом, и площадок открывается. Есть из чего выбрать. И стало так или иначе намного все профессиональнее в городе и вообще в Казахстане в целом за последние, там, если сравнить, я не знаю, там, с тем, что мы когда начинали, там, с 2014-2015 годом, то намного лучше все стало, конечно. Ну, видите, сильно зависит реально от площадок. То есть когда вот та же Алматы-Арена появилась, просто реально сразу уровень концертов стал выше, фактически. моментально. Поэтому если вот появляются какие-то open-air, какие-то зоны, вот, типа, офф-топ, например, тоже мне нравится. Но, опять же, вот везде есть свои какие-то нюансы. Вход. Все круто, но стоять долго в очереди. Сам знаю. И я тоже стоял, даже сколько раз, то есть на любой концерт «Металлики» сколько стоишь в очереди. Представляю, да, там, 40-50 тысяч, там, 80 тысяч человек. Ну, при этом все очень дружелюбно, и как-то так все готовятся. Ну, на концерты такого уровня люди приезжают за несколько дней заранее с палатками, стоят, ждут возле входа. Это вообще такой уровень, конечно. Если у нас до этого дойдет, я, блин, счастлив буду, конечно. Ну, то есть... Дойдет до этого уровня? Да, почему нет? Все, в принципе, для этого создано. По крайней мере, мы не думали раньше о том, что было здесь такого уровня концерты, как сейчас даже идут. Ну, да, они развиваются, и, слава богу, на нас есть фокус со всего мира сейчас, и это хорошо. Очень хорошо, на самом деле, сработал концерт «Лимбийский» в свое время. После этого именно была большая реакция от международных агентов, потому что все увидели в расписании Казахстана, и типа, блин, мы тоже хотим. И многие прям стали нам... Это 15-й год, да? Да, 15-й год. 15-16 год нам, ну, то есть... Начали интересоваться, даже сами артисты начали многие писать. Такие, скажем, не самого высокого уровня там, но люди с удовольствием просто едут просто что-то как-то вот зацепить Казахстан, ну, потому что смотрят, знают, там, какая природа, опять же, все, ну... Иностранцы больше об этом даже знают, чем россияне, на самом деле. Что нонсенское. Вот, то есть все впереди, я считаю, еще. Ну, в плане концертов.